всем добрый вечер меня видно слышно поставьте пожалуйста плюсики думаю я есть отлично разрешите представиться меня зовут яковенко эльвира и это мой первый вебинар я менеджер проекта естественно как вы догадались мама в декрете сыночку 2 годика работала делопроизводителем когда вышла в декрет пробовала начать дело с интернет магазином занимаясь рукоделием вязала игрушки то есть пыталась как-то заработать но как-то ничего но не идет не идет и вот в интернете мне предложили работу очень часто натыкалась на страницы о работе в соцсетях и решила попробовать узнать что такое и вот сейчас я вместе с вами на пути к исполнению своих желаний значит сегодняшнего вебинара работа с возражениями конечно же я хотела выбрать тему немного полегче но не успела и решила все таки взять эту для того чтобы разобраться конкретно что как и уже целенаправленно двигаться четко к цели первый вопрос который мы с вами разберем это какая зарплата у нас стране подвисает у кого у всех подвисает давайте тогда видео уберу да а давайте без видео меня слышно слышно меня хорошо будем без видео тогда микрофон включила так еще раз меня слышно будем презентацию тогда без да все закрыто все выключено ну что давайте еще раз слышно меня продолжаем все отлично значит продолжаем первый вопрос данной теме который я бы хотела разобрать это зарплата у нас стране вот скажите все ведь любят получать подарки я решила зайти со стороны подарков ведь так приятно видеть блеск и радость глазах своих родных любимых когда вы им дарите что-то такое чем они давно мечтали ну очень круто конечно получить в подарок ключи от квартиры или машины либо новенький гаджет последней модели путевку на отдых но к сожалению не все имеют возможность позволить себе делать такие подарки так как зарплата в нашей стране не позволяет нам этого зарплата примерно 200 250 300 долларов ну естественно этих денег хватает для того чтобы свести концы с концами нашей жизни вот скажите какой доход вы бы хотели иметь чтобы вот жить и хватало и можно было себя немного баловать думаю это не меньше тысячи долларов к сожалению работу на такую зарплату очень тяжело найти несмотря на то что у вас два-три высших образования вы владеете английскими и вообще вы компьютерный гений такую зарплату у нас получают разве что директора каких-либо заводов а сколько же можно заработать в нашем бизнесе такую зарплату можно заработать в нашем бизнесе этот доход можно получать но к нему нужно прийти средний средняя занятость примерно составляет 4-5 часов в день и путь составляет 2-3 года и тогда у вас все будет и вы сможете жить так как вы хотите получать тот доход который вам нужен но есть люди которые занимаются так же 2-3 года по 4-5 часов в день но у них не получается выйти на такой уровень дохода причина в том что они делают либо то что не нужно и уделяют внимание тому что не нужно это делать начинают заниматься многие но не у всех получается даже стартовать почему делать сверх сложного ничего не нужно я думаю первая причина это субъективная не хватает мотивации люди недомотивированы у них нет цели нет желаний вот даже по близкому близким людям когда предлагала бизнес я с ними разговариваю у них нет целей и они задумываются над этим почему же у нас нет цели вот скажите вы до того как прийти в проект у вас была какая-то цель напишите пожалуйста вот а объективная причина это у нас возражения люди сталкиваются с возражениями постоянно когда вы начинаете предлагать ваш бизнес вам начинают возражать вы теряетесь пугаетесь расстраиваетесь и вообще перестаете действовать но нужно просто научиться правильно работать с возражениями на самом деле возражения с возражениями мы сталкиваемся каждый день вот например нам нужно пойти в магазин купить хлеба и мы вот ищем себе отговорки чтобы этого не сделать но если бы нам дали денежку и сказали пойди купи себе шубу мы бы с удовольствием побежали были бы счастливы несмотря на мороз и на то что нужно идти пешком в торговый центр в 20 градусный мороз вот главное нам нужно разобраться главное нам нужно разобраться в том что кандидатов нужно делить на 4 категории то INTRO первое категория этоikk человек всем доволен он ничего в жизни менять не хочет он находится так сказать в турбическом сне это не наша категория людей это не наше будущее партнеры ударая категория это d это не доволен но он ничего в жизни меняет не хочет он ждет ít халявы так сказать это тоже не наша категория партнера тв Третья и четвертая – это наши. Третья категория – это люди недовольные, но готовы менять свою жизнь. У них есть вопросы, возражения, то есть они ищут пути для того, чтобы как-то что-то изменить. А вот четвертая категория – это уже люди, которые готовы менять, которые уже делают попытки. Я понимаю, что я отношусь к четвертой категории, я пришла в этот проект по четвертой категории. И очень важно научиться сортировать людей. Это самое главное. Как только мы начинаем беседу, нам нужно сразу определять, к какой категории относится человек. И наша – это третья и четвертая. Нельзя растрачивать время и энергию. Вот я недавно проводила собеседование, и полминуты, минута я поняла, что это не мой человек. Все, я на него свою энергию не тратила. Я с ним договорила, и мы полюбовно расстались. И все. Дальше нам нужно определиться, почему люди возражают. Есть три причины. Первая – это нежелание менять привычный вид деятельности. Вторая – это неверная оценка своих шансов на успех. И третья – это искаженное представление о нашем бизнесе. Нежелание менять привычный вид деятельности – это у нас первая категория людей. Их все устраивает. Вот работает человек врачом, он и будет работать. Его, в принципе, все устраивает. Ждет вдруг повышение, вдруг премия. Но у него все нормально. Второе – это неверная оценка своих шансов на успех. Человек ее определяет по себе. Например, пробовал он или не пробовал. Либо кто-то из знакомых пробовал этот вид деятельности или нет. И также мы определяем по окружающих нас людях. То есть мы на них смотрим и думаем. Они живут так, и я живу так. Вот лучше жить уже нельзя. И третья причина – искаженное представление о нашем бизнесе. То есть люди от кого-то слышали об этом бизнесе. Вот у человека, например, у знакомого не получилось, но он не признается, что не получилось, потому что он не смог. Либо человек работает в этом бизнесе, но не может достигнуть определенных результатов, чтобы повысить свой уровень доходов. А также есть третья категория – это те, которые наслушались первых и вторых. И у них вообще неправильное представление о бизнесе MLM. Из чего состоит правильная работа с возражениями? Из правильного отношения людей к возражениям. Это очень важно. Главное понимать, что возражения ни в коем случае не относятся конкретно к вам, как к человеку, как к личности. Возражения относятся к работе, которую вы предлагаете, к этому проекту. То есть вы на свой счет ничего не принимаете и не обижаетесь, не расстраиваетесь. Поработали, человек возразил, все, ему это не подходит, до свидания, ищем дальше своих партнеров. Обязательно ваши люди к вам придут. Также нужно обладать знаниями и навыками в технологии правильной работы с возражениями. Это мы все рассмотрим. И также нужно знать основные возражения, как правильно на них отвечать. Для того, чтобы нам выйти на доход, который нас бы устраивал в данном проекте, нужно научиться работать с возражениями. Тогда у нас появятся постоянные клиенты и небольшая группа партнеров. Далее нужно научить работать с возражениями трех-четырех своих партнеров. Тогда группа вырастет. А если мы поможем двоим-троим своим партнерам по бизнесу научить их, несколько человек, партнеров, тогда мы достигнем того дохода, о котором мечтаем. Что же такое возражение? Возражение – это одно из самых животрепещущих явлений в сетевом маркетинге. Эти же самые возражения, если в них разобраться как следует и увидеть то, что за ними скрывается, являются нашим шансом на успех. Поскольку если бы не было возражений, то не было бы бизнеса МЛМ, не было бы таких доходов и таких шансов, которые мы имеем для того, чтобы изменить нашу жизнь. Что такое работа с возражениями? Есть технология работы с возражениями, она состоит у нас из четырех шагов. Шаг первый – это определить тип возражения. Второй – включить желание. Далее – озвучить скрытый вопрос и последний – ответить на возражения. Определить тип возражения. Первый тип – это нет желания воспринимать тот бизнес, который мы человеку предлагаем в данный момент. Почва не готова. Отговорки. Если у человека отговорки, потом, если не получается их проработать, далее мы рассмотрим, как это сделать, то мы прощаемся с человеком, идем дальше, но ни в коем случае не расстраиваемся. Второе – это есть желание, но очень много сомнений на этот счет. То есть есть скрытый вопрос. Это наша категория партнеров. Как мы помним, третья, четвертая категория людей. До того, как приступить к сортировке людей, мы обязательно должны знать теории, мы должны быть подкованы, знать, что такое сетевой бизнес, знать факты о компании, о продуктах, о преимуществах нашего предложения. Нужно быть доброжелательно настроенным, ни в коем случае не огрызаться, разговаривать нормально, позиция должна быть на равных. Нужно давать правильную информацию, не уговаривать, не убеждать. Мы даем информацию. Нужно четко знать, что такое отговорка, что такое скрытый вопрос, чтобы мы могли дальше продолжать работать с возражениями. Определиться, какие есть возражения, подготовить свои личные ответы и понимать, что качество наших ответов на возражения будет зависеть от количества людей, с которыми мы будем проводить собеседование. То есть нам нужно, так сказать, наработать массу. После того, как мы определяем тип возражения, отговорка это или скрытый вопрос, значит, если это возражение у нас скрытый вопрос, то мы озвучиваем скрытый вопрос. Если же возражение это отговорка, тогда мы включаем желание, второй шаг, и только потом озвучиваем скрытый вопрос. То есть, если возражение это скрытый вопрос, Мы сразу переходим к третьему шагу. Шаг второй. Включить желание. Мы с человеком не спорим, не пытаемся ответить на его возражения. Его нужно спокойно выслушать. Обязательно людей нужно слышать. На любой вопрос ответ будет возражением человека. Нужно разбудить в нем интерес. Как только человек начал вам возражать, задаете ему вопрос в лоб. Что изменится в твоей жизни, если зарплата увеличится в 2-3 раза? И у тебя появится куча свободного времени, которое ты можешь потратить на себя, на саморазвитие, на свою семью, на все, что угодно, на свое хобби. Человек может начать отмахиваться. Опять же, если у него отговорки. В прямом смысле слова он может отмахиваться. Но вы продолжаете задавать ему вопрос, что конкретно у него изменится. Чтобы он конкретизировал уже. То есть мы его будем. Заставляем думать о желаниях, копаться в себе. Рисовать картинку счастья. То есть, что бы он хотел изменить. Например, купить квартиру, купить машину, сделать ремонт. Не заботиться о том, где будет учиться твой ребенок, когда к этому придет время. Ну, у каждого свое. И вопросы нужно задавать самого разного характера. И тогда вы наткнетесь уже на то, что действительно нужно человеку. И когда мы видим, что он ушел в свои желания, тогда, только тогда рассказываем о бизнесе, о возможности реализации его желаний, благодаря тому бизнесу, который вы ему предлагаете. Только тогда человек готов выслушать ваше предложение и действительно его услышать. Мы можем подвести итог. Теперь первое, что нам нужно сделать, это одеть бронежилет. Ни в коем случае не воспринимаем возражение на свой счет. Далее определяем, это возражение или отговорка. Затем три метода включения желания, если это отговорка. Только потом рассказываем о возможностях бизнеса. И только после этого у человека возникают возражения со скрытыми вопросами. И мы конкретно озвучиваем этот вопрос. И тогда уже начинаем отвечать. Список наиболее часто встречаемых возражений именно в нашем бизнесе. Вот сейчас мы озвучим. У меня нет времени этим заниматься. А чем ты занимаешься в свободное время? А если у тебя есть, например, будет шанс улучшить качество своей жизни, ты бы мог выделять 2-3 часа свободного времени на работу? Если человек отвечает, ну возможно. Вы говорите, ну вот смотри, мы, например, каждый день будем обзванивать по одному человеку. Искать тебе партнера. У тебя появится 3-4-5 партнеров. После этого эти люди, у них может быть больше свободного времени. И тогда у тебя постепенно будет расти группа, у тебя будет расти доход. И когда ты увидишь свой новый доход, ты уже будешь определяться с временем, который ты можешь потратить для того, чтобы заниматься этим делом. Дальше. Следующее возражение, например. Ой, это Арифлейм. Вы говорите, да, это Арифлейм, но это построение бизнеса. Это бизнес-система. Этим уже все занимаются. Этим не могут заниматься все, так как и существуют возражения. Происходит постоянная сортировка людей, и ситуации в жизни людей меняются. Подрастает поколение, и наши возможности постоянно кому-то нужны. Я уже работала в Арифлейм, нечего там делать. Моя подруга была в Арифлейм, ничего не заработала. Тогда вы задаете вопрос, а чем вы занимались конкретно, что вы делали, на какой уровень дохода вышли, почему бросили. И уже потом поймете, также нужно задать вопрос, когда делали последний заказ, может быть, вам больше не стоит разговаривать с этим человеком. Обязательно для себя покупать. Не обязательно. Вы можете организовать личный товарооборот. Мы вас научим, как это сделать. Далее, например, это лохотрон, это пирамида, это обман. Но здесь можно привести в пример пирамиды, например, административные, торговые, магазин, школа, наше государство. Я не верю в деньги в интернет. Вы можете работать не в интернете. Интернет – это как инструмент. Вы можете работать по, так сказать, теплому кругу и потихоньку расти. Например, я ищу нормальную работу. Что для вас нормальная работа? Для меня, например, нормальная работа – это работа, которая будет приносить мне доход и которая будет меня устраивать. Мне нужны деньги сейчас, а не потом. А вы организуйте личный товарооборот и получите деньги именно сейчас. Это уже не актуально. Это будет актуально всегда. Я в декрете, некогда этим заниматься. Есть очень много мамочек в декрете, которые очень успешны у нас в проекте. И у них по двое, трое, четверо деток. Муж будет против. А вы у мужа спросите, поговорите с ним и спросите. А вот скажи, а если я буду получать заработную плату, что-то у нас изменится? Мужчины очень любят тратить деньги, они знают, куда их тратить. Также может быть возражение. Ты начни, а я посмотрю, потом присоединюсь. В этом случае нужно сказать, что ты потеряешь возможность быстрого роста, потому что команда подо мной будет постепенно расти. Дальше у меня не получится. Это получается абсолютно у всех, независимо от образования и так далее. Главное желание, стремление, цели. Это сетевой маркетинг? Да, это сетевой, это MLM. Только благодаря MLM мы можем расти постепенно, мы можем организовать свой бизнес, получать доход, который бы нас устраивал без риска и без вложений. Нужно ходить продавать? Нет, ходить продавать не нужно, нужно научиться организовать личный товарооборот. Также есть возражение, я не пользуюсь Арифлейм, но это возражение, также можно ответить, можно организовать личный товарооборот, либо сказать, что у нас более тысячи номинований продуктов, я думаю, вы для себя что-то подберете. У меня также встречалось возражение. Это косметическая компания, на которую я отвечала, да, а какая проблема у вас с получением денег от косметической компании? Либо да, в ассортименте нашей компании есть косметические продукты, но не только. Домашнее задание для всех – это найти ответ на свое возражение, конкретно ваше, с которым вы пришли в этот бизнес. Также обязательно нужно почитать книгу Бухтиярова «Работа с возражениями». Я вам привела возражения, которые чаще всего у нас именно в бизнесе Арифлейм, мы с ними сталкиваемся. А в этой книге «Работа с возражениями» вы четко по полочкам увидите, как это все работает. И также там будут наиболее актуальные возражения, которые у нас вообще есть, там их более 30, кажется. Вот. И она должна, эта книга, стать настольной. И напишите своему менеджеру отчет по работе, сколько проведено у вас собеседований, с какими возражениями вы сталкивались и как их отработали. И заведите себе тетрадь, и пишите возражения, и ответы на них. Постепенно вы увидите, как ответы на эти возражения у вас становятся все более правильно сформулированными, так сказать, вы становитесь более квалифицированным менеджером. Спасибо за внимание.